Минобороны России доложило. 14 марта около 11 часов утра с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму был осуществлен удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка. Обстрел города был произведен с северо-западного направления. В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибло 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения. Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением. Снаряжение боевой части тактической ракеты «Точка-У» кассетным боеприпасам доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей. Решение на применение такого типа военного вооружения принимает как минимум командование украинской группировки войск. После утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве, отмечает официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Внутри были, я за прилавком была, были покупатели. И услышали сильный, очень-очень сильный, что упало. И не сразу упали, только я за прилавком покупатели, а ребята с машины выгружали товар. Потом второй и третий раз. И вот минут через 6-7 я и встала. У нас магазин глубокий. Там, например, мы там прятались. Шум был очень сильно, как будто как небо падает. Очень сильно. ДНР 15 марта объявлен траур по жертвам удара «Точки-У». На сегодняшний день российские войска за время спецоперации вывели из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Авиации ПВО ВКС России за ночь сбили четыре украинских беспилотника, в том числе один «БР-Октар». Авиация ВКС России поразила 187 объектов вооруженных сил Украины за сутки. Продвижение российских войск за сутки составило 11 километров. Новости о военной операции на Украине появляются чуть ли не каждую минуту. Самая оперативная информация в материале на сайте orsk.ru под названием «Военная операция на Украине онлайн». Еще быстрее все появляется в нашем телеграм-канале. Сканируйте QR-код и присоединяйтесь. Маргарита Шкарабурова, служба информации и телерадиокомпания «Евразия».